Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня умер муж в результате несчастного случая в 25 лет. После этого начались проблемы с памятью, иногда забывая, что куда положилось. Теперь ещё обнаружила, что иногда я переписываю числа, например, 21300, в итоге переписывание могу написать 12300. Что это? Пройдёт ли это со временем? Честно говоря, я не знаю, пройдёт ли это со временем, но совершенно очевидно, что это последствия травмы, потери супруга и непрожитости её, непроработанности её. То же самое, очевидно, касается и вашей памяти, когда вы говорите, например, о том, что забываете, что куда положили, да, то есть забывчивость, это как раз таки вот явно тут проявление, так скажем, вытеснение. То есть это вот, ну, как бы, вот, вы вытеснили какие-то неприятные, болезненные, больные моменты. Вот. В результате, ну, как бы вот, травмы, которые вы, очевидно, пережили. Вот. И, соответственно, вот, продолжается у вас эта история. Ну, собственно, что я могу сказать? Могу сказать только то, что, ну, будет это, скорее всего, продолжаться, пока вы не проживёте вот эту боль, что у вас есть. То есть, ну, как бы, в принципе, это абсолютно нормально. То, что вот, то, что у вас эта боль присутствует и есть. Вот. Её не надо остыдиться, не нужно как-то избегать, да, и так далее. То есть это вот более, чем нормальная история. Ну, вот. Самого, ну, не знаю, насчёт самого, мне как-то. Мне думается, что, ну, вот, само у вас, вот, сейчас, вот, ну, всё происходит и как-то вот, ну, не особо что-то. Как-то, как-то это проходит у вас, вот, поэтому, на мой взгляд, время, когда это могло пройти само, да, оно прошло и, я думаю, что пришло время с этим работать и вот, значит, ну, как-то иди навстречу тем вашим каким-то болезненным, да, переживаниям, вот, которых, которые у вас остались, вот, может быть, может быть, отпустить вашего мужа, вот, потому что оно мне показалось, вот, по крайней мере, так, чтобы мне показалось, да, что вы его не отпустили, вот, но могу ошибаться. То есть тут, опять же нужно, как-то смотреть, да, тут нужно, ну, тут нужно выяснять, вот, эти все моменты, ну, вот. То есть, грубо говоря, я бы, вот, не рассчитывал, бы, я бы не рассчитывал на то, что, вот, само, у вас, это пройдёт, вот, потому что тут внутри, ну, очевидно, довольно серьезно. Что касается цифр, вот, о которых вы говорите, то здесь ситуация, ну, неоднозначная, потому что вообще-то, вообще-то, я, э, склонен думать, что, э, здесь у нас, э, больше про, э, э, навершивые мысли, то есть, навершивые, вот, ну, вот, по, по моему мнению, по моему мнению, вот, 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 навешиваясь, которая, опять же, опять же, скорее всего, э, родилась, да, и появилась, именно, э, в результате, вот, э, этой, э, травмированности вашей, вот, потому что, ну, потому что вы не прожили, э, э, может, свои чувства здесь, вот, и соответственно, э, э, до сих пор, э, испытываются, э, некие такие, э, подавленные определённые, да, потребности, э, вот, некие такие, э, подавленные определённые, да, определенные чувства у вас подавлены, которые и приводят, собственно, к тому, что вы сталкиваетесь периодически с цифрами. Корректируется ли это? Да, корректируется, но с этим нужно работать. Значит, я про вас, который очень, на мой взгляд, важен. Отпустили ли вы, если его нужно, да, просили с ним, то есть, ну, был ли у вас вот этот вот такой акт, значит, прощания, то есть оплакали ли вы его, его, вот. Могу сказать, что если вы его не оплакали, да, вот, то вот это как раз, значит, очень-очень, может быть, ну, проявлением, да, подтверждением того, что вот, то, что вы сейчас прямо чувствуете, то, что вы сейчас прямо воспитываете, вот, оно сам, то есть, это вот, про этот, вот, как раз, подавлены, то есть, что-то. Вот, вот, вот как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, вот, буду вам благодарен, за обратную связь, полному ответу, да, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам формулировать базовые постелаты для психотерапии, вот, желаю вам всего самого доброго и удачи.